Друзья, всем огромнейший привет! Начинаю новый влог, новый день. Лёвик там тоже с вами. Вроде что-то хочет поздороваться. Это следующий день после моего предыдущего влога. Сегодня понедельник. И я вчера говорила, что да, плохо себя чувствую. Сегодня как-то, ну не знаю, получше, не получше, но ходить больно. В общем, я поняла, с мамой тут переговорила, поняла, что у меня жуткая невралгия. Вообще никогда такого не было, как-то не знаю. Поворачивать голову вправо-влево я не могу, так же, как и поднимать вверх, впускать вниз. И небольшой кашель появился, но я думаю, что он пройдет. Простуда, в общем. Кашлять больно, чихать еще больнее, так что я вообще тут просто в полном, короче, таком... Я себе, кстати, наклеила перцовый пластырь, ну немножечко на спину. Вот, так что такие дела. Сейчас я уже сняла видео на второй канал, монтирую его. И сегодня прямая трансляция. Ну, как бы я себя не так плохо чувствую, чтобы ее не проводить, тем более я обещала. Тем более, что, ну, как бы есть, ей запал, есть энергия ее провести. То есть, хоть я, как бы, у меня ломит при ходьбе тело, но, как бы, ничего такого, ни температуры, ни головной боли тьфу-тьфу сейчас нет. Поэтому, почему бы и не провести, тем более, сегодня трансляции по рисованию моему любимому. Так что, как-то так. Я уже, кстати, прессовала. Больше, наверное, ничего сегодня не буду делать. Я сейчас буду еще крутить трубочки. Да, разложила некоторые овощи. Кстати, покажу, как вообще они у меня разложены. Я взяла просто, вы прикиньте, я сегодня вообще с волосами ничего не делала. Вот они как есть, я немножечко их расчесала, и все. Вот. Меня попросили снять видео об уходе за волосами. Ну, я обязательно сниму, обязательно. Или во влоге что-то такое покажу отдельно. Вот. Хотя уход, в принципе, не поменялся. Я все те же плохие шампуни, что покупала, то и покупаю. Это мне. Мне просто писали, что мои шампуни плохие, которыми я пользуюсь. Вот. Так что, да, про овощи. В общем, вот так вот у нас выглядит лук. Я его в колготочке убрала. Это здесь лук, а вот в этой колготе это чесночок. Все со своего огорода, с дачки. Все свое без консервантов, химикатов и так далее, и так далее. Вот. Да, кстати, у нас еще, знаете что? У нас еще целый запас мяты, тоже с дачки. Вот. Он, короче, просушился уже, мята просушилась. Что ты, Левчи! Вот. И надо ее как-то порезать, может быть, в какой-то мешочек убрать. Ну, что-то такое, в общем, сделать. И погода у нас сегодня вообще никакая, МЧС. Вчера мне прислала смс-ку, что типа сегодня обещают ураган в Ленинградской области. Ну, я не знаю, как бы будет он у нас или не будет. Лесик, ты как считаешь, будет ураган? Ну, скорее всего, не знаю, как-то похоже, что пока ничего не собирается. Выйти прогуляться надо обязательно. В общем, как-то так сегодня у меня проходит день. Конечно, я перед трансляцией что-то на голове буду делать, естественно, чтобы в таком виде не показываться. Вот. У нас, кстати, очень хорошая слышимость всяких машин, которые проезжают. Вот. И в этом минус, потому что, когда я снимаю видео, все так шумно. Кошмар. Ну, вот какие-то там деревца очень сильно покачиваются. Но я не думаю, что тут ураган будет, что прям вообще... Вот такие дела. Делы! Такие делы! Вот. Так что... Так что пойдем монтировать видео. Я, кстати, хожу в шерстяных носках, дабы снова не заморозиться. Вот. Потому что, если это невралгия, то, конечно, нужно себя как-то утеплять, укреплять. А я сейчас готовлюсь к трансляции. Она у меня через полчасика начнется. У меня уже вроде бы все готово, все достало. Сегодня рисуем гуашью. Поэтому атрибуты все я подготовлю заранее. Кисточки, кисточки нужно достать и вот эту убрать штуку. А кисточки у меня, кстати, здесь хранятся. Вот такой вот горшочек с кистями. Конечно, не все нам сегодня пригодятся. Тут вообще все-все вперемешку. Даже, знаете, есть зубная щетка. Старенькая. Но она мне нужна в художественных целях. И у нас начался дождик. Вот буквально минут пять назад очень сильно лил дождь. Кстати, вчера съел сгрыз перчик двухсантиметровый. И ему вообще ничего не стало. У меня даже были сомнения, острый ли это перчик вообще. Левоч, не грызи, пожалуйста, это дерево. Вот сейчас вроде полегче дождик. Немножечко приостановился, но все равно тут. Ну, Левоч, ну что ты делаешь-то? Вообще перчика не... Вот я не знаю, как защитить растения от погрызушек кота. Вот делитесь, пожалуйста, своей практикой. Я не знаю, как это сделать. Может быть, у вас есть какие-то предложения, варианты. Не вариант это растения куда-то убирать с окна, потому что оно не будет света получать. В другую комнату тоже не вариант. Левоч везде достает. Вот, не знаю, что делать, не знаю. В общем, пока оно стоит здесь. Мне его жалко, конечно. Загрызет ведь и глазом не моргнет. Отвела я сейчас трансляцию. Вот буквально 10 минут назад все на столе убрала. Я, к сожалению, вам не показала тот бардак, который творится постоянно после трансляции, но как-нибудь обязательно покажу. Сейчас пью горячий чаек с медом. Вот мы такой мед покупаем с рук. Ну, честно говоря, тоже такой мед, не мед, что-то такое. Не знаю. Ну, как бы не сказать, что это и не настоящий мед, но чем-то таким он разбавлен. Может, сахар добавлен туда или что-то еще. А, сейчас покажу, кстати, какую мы замечательную картину нарисовали на прямой трансляции. Так, у нас слишком темно, поэтому я сейчас включу дополнительный свет и покажу обязательно, какую картину нарисовали мы. Вот, так гораздо лучше. Смотрите, какая прелесть. Весь процесс, конечно, на камеру все заснимала. На втором канале все это есть. Мне очень понравилось. И я думаю, что такие трансляции по рисованию я также буду проводить регулярно. Так что хотите, заходите. Вообще ссылочку на второй канал я оставляю в описании всегда. Так что добро пожаловать. Всем очень рада. Что у меня сейчас? Да, сейчас я пью чаек. И как бы чувствую себя так. Из пятерки где-то на 4 балла. Потому что у меня сейчас начал мутить живот. В общем, старость близко, да. Разваливаюсь постепенно. Вот, но не знаю. Может быть, таблеток я как бы мало пила каких-то. Не знаю почему. Может, действительно какая-то простуда. Я не знаю. Я надеюсь, что это не грипп. То есть температуры у меня нет. Ну, в общем, будем надеяться, конечно. Будем надеяться, что ничего такого серьезного. Что я оклемаюсь за эту неделю. Вот. Вот как-то так, короче. Вот, сейчас буду пить чаечек с метком. Я надеюсь, что он мне поможет в этом деле поправиться. Обязательно. Так что не болейте. Берегите себя. Завтра мне нужно в город по делам. В общем, тоже что-нибудь такое интересненькое поснимаю. В общем, выезжаю сейчас по делам. Я сегодня встала рано. Полседьмого. Да, вроде полседьмого встала. Но провалялась до семи. На улице жутко просто холодно. Дождик какой-то накрапывает. Ветер сильнейший. Сейчас съезжу по делам. Меня успокаивает, что я потом вернусь домой. Прогреюсь. Вкусно пообедаю. И буду творить. В общем, не успела я сегодня позавтракать. Вообще никак. И за неимением соковыжималки в дороге я хочу купить какой-нибудь такой более-менее... Менее неполезный напиток. Что-то я тут не вижу таких. Я обычно покупаю от Эдди морковный сок. Но что-то здесь таких нету. Может быть, в детском отделе будет. О, ребятушки, я нашла. Вот он этот сок. И я себе, пожалуй, возьму морковный. Так, это что у нас? Вот. Вот сок моркови. Аж две бутылочки возьму. Эээ, достать бы еще. Да, чистая морковочка. Короче, мне повезло. Я все-таки пораньше немножечко приехала. Минут на 20. Сейчас похожу по магазинчику. Посмотрю одежду какую-нибудь. И уже пойду навстречу. На место встречи. Хочу себе лосины купить. Тренировочные. Я как-то покупала, но черного цвета. Хочу сейчас серенького купить. Ну, если, конечно, не будут. А, знаете, в чем у меня проблема? Моего размера никогда практически нет. У меня 42-й. Он очень-очень редко попадается. То, что попадается, мне не нравится и не нужно. Зато 50-х тут 46-х, 44-х вообще навалом. Ну, нету ничего такого, что мне нужно здесь. Спортивные у меня все есть. Я просто хотела типа лосинов. Хе-хей, я уже дома. Левчик тут ходит, морлыкает. Я зашла в магазинчик. Тут напокупала немного вкусняшек себе. В общем, купила ягодное лукошко. Мне оно очень нравится. Только, правда, вот тут уже развалилась в процессе носки. С вишней купила. Как раз-таки вишня очень хорошо при вирусных заболеваниях. Поэтому сейчас самое то, в общем. И купила еще вот такой вот сачок. Банан, морковь, яблоко, тедди. Ну, захотелось. Захотелось, поэтому это не кола. Это более полезно, чем кола. Или хотя бы нейтральная. Так, бумага и еще шампунь. Ну, я думаю, что такая же фигня. Просто захотелось попробовать с облепихой. Что это такое, не знаю. Попробую. Может быть, расскажу. Если уж совсем плохой будет, то обязательно расскажу. Так, бумажные платочки. Да, это сейчас актуально. Так, бумажные полотенца тоже, кстати, актуально. Вот. А еще, знаете что? У меня тут две пары наушников, потому что у меня сломались мои. Вот эти вот любименькие наушнички, которые у меня в комплекте шли с телефоном изначально. И, в общем-то, они сломались. Причем маршрутки, я вроде бы в них слушала музыку. А потом уже, когда приехала на место, я их снова вставляю. Один наушник вообще не работает, другой тихо-тихо. В общем, я так подумала, решила новые купить. Все-таки наушниками я пользуюсь часто. Зашла в Samsung магазин фирменный, купила вот такие. Вот это такие же точности, как и эти. Только, знаете, здесь вот насадочки немножечко другие для ушей. Вот такая вот, с такой вот хренью. Хренью сейчас, если сфокусируется. Вот. Они вставляются в ухо нормально. То есть, есть даже шумоподавление здесь. И вот такая вот упаковочка. Кстати, я даже не поняла вообще, на каком языке написано. Ну, вроде бы они оригинальные. Хотя сделаны, конечно, в Китае тут. Если вы видите. Но они оригинальные. Тут у меня гарантия дана. Кстати, где гарантия? В сумочке, наверное. Вот, синенького цвета. Кстати, как мой телефончик. Еще такой прикол был в магазине. Сейчас расскажу вам. Я сегодня уже в свитере. Не представляете, холодно. Жут на улице. Так, я искала гарантию в сумочке. Я нашла ее. Так что все нормально. Гарантия у меня год. Ну, это если что-то с ними случится. На всякий случай пусть будет. Правильно. Раз предоставляют гарантию, предоставляют. Просто хотела рассказать историю с этого магазина. Конечно, продавцы-консультанты иногда настолько смешные бывают. Мне кажется, что и покупатели, конечно, тоже. В общем, я выбираю наушники. Он мне предлагает какие-то наушники такие суперкрутые. Как с его слов там. Вау, они суперкрутые. Всем нравятся. Там шумоподавление. Вообще, чуть ли там не сами чай, кофе варят и принесут тебе в постель. Ну, и я смотрю. Мне вообще дизайн не нравится. Я ему говорю. Ну, молодой человек. Вообще, ну, вы посмотрите. Дизайн просто чисто мужской. Ну, то есть, как будто мужские наушники. Вы посмотрите на меня. Я типа девушка. Зачем мне такие стальные, черные, там, громоздкие наушники? Мне они не нравятся. Он так, типа, ну, они типа хорошие, я говорю. Ну, да хоть они в сто раз будут лучше, как бы. Мне не нравятся они по дизайну. В общем, он, конечно, был в шоке. Мне кажется, он подумал, типа, что за блондинка пришла к нему, вот. В итоге выбрала я, конечно, вот такие вот. Ну, те, что у меня были, в принципе, я ими довольна. Тут, кстати, и не такие загогулинки есть еще в комплекте. Без вот этой вот штучки. Просто насадочки. Вот. Но мне показалось, что эта штучка, кстати, очень удобна. Вот она вот так вставляется просто. Ну, главное ее вставить правильно. Вот таким вот образом. Вообще, шума подавляет офигенно. И там были еще другие наушники. Но я, когда музыку стала слушать, вот в этих наушниках, как бы, есть вот объем музыки, да. В тех наушниках такая плоская музыка была. Вот. Так что меня с покупочками. Да, Левча? Да, мой хороший. Да. Он, кстати, очень счастлив, очень рад, что пришла хозяйка, да? Да, хозяйка пришла, кота мамка пришла. Кстати, некоторые спрашивают у меня, где муж. С ним все в порядке с мужем. Он просто работает. У него такая сезонная работа. То есть он целое лето работает. И до начала октября. В начале октября появится обязательно. Просто работает он постоянно. Вот. Поэтому у него нет возможности попасть ко мне в видео. Но с ним все хорошо. Сейчас я что-нибудь приготовлю себе. Правда, я есть не хочу. Вообще, я еле доехала. Потому что в маршрутке вот эти кочки очень хорошо ощущаются. Я еще села на такое место, где я постоянно подпрыгивала. У меня, короче, садится батарея. Вот. И, блин, мне так больно было спине. Я думала, я вообще еле доеду. Просто. Думаю, лишь бы доехать, лишь бы доехать. Сейчас что-нибудь такое перекушу. Потому что есть не особо хочется. Вот. Ну, не знаю. Хотя, если не особо хочется есть, и зачем перекусывать. Сижу сейчас, отвечая на комментарии. Сегодня у меня вышло новое видео на второй канал. И с Левичем играю параллельно. Он, короче, так смешно играет. Вот такими вот бумажками. Я просто разрезаю бумажки и... Видели, да? Вот это чудо, конечно. Левич, давай еще. Он молодец. Так ловит, конечно. В точку. Просто в точку. Вот так мы развлекаемся. Он просто приходит сюда, орет, зовет меня на кухню. И все уже. Вот я как начала снимать, так он стесняется.